Саша Стоун. Все, тогда давайте новости блогеров смотреть. Я ебал рот, блядь. Это просто пиздец, блядь. Давайте посмотрим Диана Джей. Вот она мне что-то понравилась. У нее хороший контент, очень интересный. У Егора Крида такая же прическа, как у Вали Карнавал. Сейчас посмотрим. Там опять про Сашу Стоун, Вали Карнавал, Юлия Гаврин. Вот одно и то же, блядь. Саша Стоун. Просто, блядь, ну, мне кажется, это женщина, которая вот это озвучивает. Ее не существует. Это просто нейросеть, которая генерирует, блядь, новости. Он устроил скандал из-за Вали Карнавал. Опять, блядь, вот займите одно и то же. Юлия Гаврилина выходит замуж. Конфликт Егора Крида и Насте Ивлеевой. Опять Егор Крид, Насте Ивлеевой. Катя Адушкина сошлась со своим бывшим Аня Покровку. Так ты же в прошлый раз это рассказывал, блядь. Ты же сказала это в прошлом. Купила квартиру, а Юлия Гаврилина похвалила Даню Милохина. Всем большой привет, друзья, с вами Катя. Везет, квартиру купила. Как всегда я, Дарья Джей. И свежие новости про блогеров этих... Привет, Нейросеть. Токеров, быстрее проверяй свою подписку на канал. Вступай в нашу большую и дружную семью. Нас с вами уже почти миллион. У меня нету, я проверил, у меня нету. А мы быстрее погнали к новостям. Аня Покров купила свою собственную квартиру в Москве. Ну что, 22-летняя девчонка, поздравляю тебя. Ты исполнила почти все свои цели на год. Квартира в Москве выполнена, написала девушка. Кстати, это двухкомнатная квартира недалеко от центра. И Аня уже провела рум-тур. Артур Баб... Ну выглядит как хуйня, если честно. Не обижайся, как... Не, пизда, это квартира здорово, но у нее такая планировка. Вот, блядь, как... Ну, вот в панельках нахуй. ...пал Аню своей малышкой. Кстати, даже на расстоянии парень радует девушку и прислал ей букет цветов. Как... Он стал наставником шоу «Голос, дети». Так же в наставниках остался и Баста. А вот кресло лабады заняла певица Максим. Это первый раз, когда девушка будет в жюри на «Голосе». Вышел выпуск шоу «Битва поколений» с участием Дани Милохина. А вот за старое поколение выступал Митя Фомин. Но что самое интересное, в жюри конкурса сидела Данина, бывшая девушка Юля Гаврилина. Юля сообщила зрителям, что она не будет никому признаваться в любви. И не будет смешивать личное и публичное. И в одном из раундов отдала свой голос Дани. А парень, кажется, этого совсем не ожидал. Ну, в любви я, конечно, признаваться никому не буду. Песня Дани, соло, я ее знаю. Спасибо большое. Она мне очень нравится. И я все-таки для телезрителей, наверное, скажу, я не привыкла смешивать личные работы в данный момент. Поэтому я отдаю этот голос Дани. Я не привыкла в данный момент смешивать личные работы в данный момент. Потому что это очень крутая песня. Даня Милохин. Даня Милохин. Вал от Юлии Гаврилины. Катя Адушкина сошлась со своим бывшим парнем. Да? Девушка сейчас отдыхает на Мальдивах. И выставила сториз, где все в зеркале заметили в Катиной кровати парня, очень похожего на ее бывшего. На Даню Кашина. И подписала это. Вот и закончилось мое одинокое пребывание на отдыхе. Да? Это так странно, пиздец. Позже Катя еще опубликовала фото в обнимку с парнем. Да? И по цепочке на шее можно понять, что это действительно ее бывший парень. Да? Хотя после их расставания девушка сняла видео, где рассказала, что даже если у нее появятся отношения, она не будет их афишировать. Да? Я поняла, что если у меня даже в ближайшее время будут отношения... А если мне в ближайшее время будет похуй, что будешь делать? ...инетизации и блогеры практически ничего не зарабатывают. И на завод я идти пока не планирую, как советуют некоторые... А давно пора, кстати, у швеей какой-нибудь. ...трекомментаторы, ведь сейчас столько возможностей. Поэтому я решила попробовать себя в бизнесе и начать продавать товары на Вайлдборис. Правда поняла, что ничего... Правда поняла, что там доставка, нахуй пишет, доставим вам завтра и привозят через неделю, блядь. Нахуй в чате, никто не... Ну, всем похуй на чат и так далее. Ты пишешь, а где? Они такие, ну мы же не ебем, мы передали в службу доставки, это другие люди. Да, да, советую, советую, здорово. На... Он стоит, Тимур, как его? Пашу. Стоит, блядь, торгует. И что немаловажно, проект бизнес-поколения, созданный для очень молодых. 70% нахуй бизнеса забирает, вот это советую, советую. ...формировать свой бизнес-план. Да, 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 если ты вообще, ну если у тебя там обороты небольшие, они тебе скажут, да пошел ты нахуй, ты скорее за наш счет будешь пиариться, поэтому давай-ка нам нахуй с продаж, отдавай 70%, которые мы на своей площадке продаем. На маркетплейсах, поэтому это отличная возможность. Ты заебал уже очень долго рекламу. ...озвучила главную героиню мультфильма про кукол, лол, который выйдет 15 декабря. Про кукол лол, блядь, а про кукол кек... Всем привет, я вернулась на студию, но не для того, чтобы записать новый транс. А для чего? К сожалению. Муж не говорит, нам уже сказали. А для того, чтобы... ...озвучить мультфильм. Охуеть, невероятно. Девчонку, куклу, лол. Девушка даже показала, как... Успешный мультик будет 100%. ...звучит ее голос в озвучке главной героини, которая, кстати, по мультфильму суперзвезда. Как тебе? Смотрите. Она суперзвезда. А как звучать будет? Вот. Так, ну небольшой все-таки эксклюзивчик. Ну покажи, да. Так, давайте. Час настал, но я не прощаюсь насовсем. Вы всегда будете моими лучшими подругами, но сейчас мне пора. Сумочку. Ну, что я тогда могу сказать по этому поводу? Невероятно озвучило. Интересно в каких-то моментах. И даже... Звучит как-то по-новому, блядь. Все-все-все, идем на мультик. Бля... Не-не, я говорю, я к Клаве Койке очень хорошо отношусь, чуваки. Реально, вот очень хорошо отношусь. Ну вот есть какие-то моменты, которые мне не особо нравятся, но это же не портит, в общем-то, впечатление о человеке. Она хорошая девочка, реально. Она мне даже предлагала там вместе что-то записывать. Ну я отказался, но это не важно. Все равно я к ней очень хорошо отношусь. Но это, ну... Мое мнение. Очень скромное мнение. Бля, плохо вообще. Зато я вот помню... Видели, где сливали, как инстасамка типа озвучила мультик? Вот это пиздец разъеб. Я вот это я охуел. У нее очень хорошо получилось. Как позже стало известно, ребята решили взять перерывы два дня от социальных сетей. А в это время просто отдыхали дома. Мы без социальных сетей уже второй день. Это так прекрасно, честно. Вы даже не представляете... Поэтому ты соцсети, да, записываешь, что ты без соцсетей? Здорово. Просто суматоха, куча работы в последнее время. И вот два дня. Просто спокойствие. Любви и любви. Такие невидные. Между Настей Ивлеевой и Егором Кридом случился большой конфликт. Настя сейчас снимает агент-шоу 3.0. И очень хотела, чтобы Егор стал одним из приглашенных гостей на интервью. Девушка всячески звала и завлекала парня на шоу. И в итоге Егор на стриме заявил, что он придет к Насте, если она найдет девушку, которая украла его первый в жизни поцелуй. В районе 60 лет. Бля, Егор, а вот, ну, честно, не обижайся, ты не дохуяри на себя берешь, скажи мне, пожалуйста. Бля, пиздец, ты шейх, конечно. Я приду тогда, когда, блядь. Ой, меня вот, ну, не знаю, куда-то позвали сниматься. Я приду тогда, когда ты найдешь редкий цветок на горе Эверест. Вот пример, да, просто охуевший. Ты что, принцесса, блядь, или сказок, или что? Не 60, а 6-10 лет. Я поцеловал девочку по имени Кати. Но, возможно, и не Кати. Но мама уверяет, что Кати, и она из Екатеринбурга. То есть ты даже сам не знаешь, кто это, но ты просишь Ивлееву это найти. Бля, чел, ну ты прикол. Мне бы очень хотелось найти тебя, уважаемая Катя. Ну, я думаю, да, да, вот мне пишут, что он срофлил. Но я думаю, тут дело не в том, что хуйню несет, а в том, что он не хочет сниматься, по всей видимости, да, и он просто ей прогоняет, короче. Вообще, ну, сливает так жестко, да. Ты подарила мне незабываемые эмоции. Если с этой стороны, то, в принципе, неплохо, неплохо. Самый первый поцелуй в жизни. Ну, это тупо, но я бы как-нибудь тоже, ну... Я хочу найти тебя и отблагодарить. Уважаемая Катя, мы очень ждем вас. Мы ждем ваши губки. Спасибо. Катя, ты тут? Плюс напиши в чат. Может, мою Катю найдут? Настя, я пойду к тебе. Можешь, пожалуйста, Катю найти? Вот ту самую, которую я ищу. Ну, это мега, это вот даже на рофл не похоже. Я понимаю, что он, ну, типа, срофлил. Вот, чтобы, ну, прогнал, чтобы к ней не идти. Ну, это выглядело мега тупо. Ну, реально, эта идея просто странная. Месяц выходит мини-интервью Егора. Ладно, Егор, это самое. Вот у меня к тебе небольшая просьба будет. Вот если ты видишь, а ты видишь, выключай нахуй свою иронию, блядь. Егор, тебе не идёт, тебе не к лицу иронизировать. Я тебе серьёзно говорю. Просто прекрати, блядь. Я тебя прошу, реально. Сколько? Ну, слушай, мне сегодня задонатили. Я тебе сейчас скажу, ты охуеешь, Егор. Тебя столько не донатят. Ну, это же тебе не казино стримич. Я тебе скажу. Сейчас зайду на Донейшн Альдерс. Так, 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 так. 115 нахуй тысяч. Как тебе такая хуйня, Егор? Я тебе половину скинешь, если ты прекратишь, блядь, иронизировать. Я тебе, реально, я тебе готов прямо сейчас отдать эти деньги. Просто прекрати. Ну, выключай нахуй свою иронию, я тебя прошу, реально, дружок. Всё, погоди. Перед концертом, которое стало причиной конфликта между ребятами, парень рассказал, что он не любит интервью и не ходит на них, и именно из-за этого он не идёт на шоу. Пошёл к Дудю, ой. А, нет, она хотела сказать, всё, понял. Я, я не даю интервью, и поэтому я вот... Я, поэтому я сейчас стою, даю интервью. Ща я вам дам интервью, стоят кучи микрофонов. Ну, я не даю вам интервью. Так ты даёшь её только что, ты же, блядь, разговариваешь. Я, кстати, Ивлеевой не поехал на шоу, потому что... Вот, Моргенштерн не давал интервью, просто нахуй их слал. Ну, реально, блядь. Элджей какой-то такой же, так же, это стоит, блядь, интервью раздаёт, говорит, я не даю интервью. У нас интервью ещё такой, как Юра. Кому можно... Кто популярный, да? ...вти и дать крутое интервью. И пока... Бля, у вас очень крутое интервью. Реально, очень крутое. Вот с Егором Кридом, там одно из лучших, наверное, интервью. Он там пиздит, и, короче, ещё пиздит. Здорово, здорово. Я не знаю. Я не люблю красные дорожки, я на них не хожу. Я не хожу... Пиздобол. Блядь, пиздобол вообще редкостный. Блядь, мероприятие на всякий день рождения. Блядь, ты такой, блядь, андеграунд, брат? Ну, ты пиздец. Блядь, Егорка, я в тебе вижу себя. Ты прям, ну, невероятный андеграунд, реально, жёсткий. Здорово, здорово. Так, сейчас, как мне? Девушка это увидела и написала у себя в Телеграме. Крит, конечно, ещё тот тип. Катю нашли. А он в это время. Я в целом не хожу на шоу. Окей, братик, ты ещё маленький, видимо, чтобы за базар отвечать. Да хорошо, Явлеева, молодец. Ну, реально, молодец. Неплохо. Егор уже отреагировал на это и тоже написал пост. Парень написал, что он был лучшего мнения о Насте. Так ты же сам попросил, блядь. Ты поддерживал её с 15 тысяч подписчиков. И что? Что даже пришёл... Да, Явлеева, я... Блядь, пизденцы, чел, чувствую с головой. Всё, ирония-то чё? Братан, ирония не работает. Ты же на рофле таком залетел в эту тему, да? На рофле залетел. А когда тебе в ответ срофлили, бля, я от тебя не ожидал. Я был от тебя лучшего мнения. Я тебя всю твою творческую жизнь знал в 15к подписчикам. И всегда тебя поддерживаю. Даже на то шоу, которое вообще не заходило. Я пришёл чисто из уважения и поддержки. И сейчас бы такую хуйню пишешь в своей ТГ про меня. Не лучше так. Так, ща, 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 ща. Ща нормально прочитаю, ребят. Да, явливо было тебе лучшего мнения. Я тебя всю твою творческую жизнь знаю. С 15к подписчикам всегда тебя поддерживаю. Даже на то шоу, в которое вообще не заходило. Я пришёл чисто из уважения и поддержки. Детка, и сейчас ты такую хуйню пишешь в своей ТГ про меня. В своей ТГ. Как же это мелко в твоей стороне. Жаль, что твоя реальная жизнь превратилась в шоу. Спасибо, Егор Крид, за комментарий. Блядь, у тебя реально с головой проблемы, Егор. Я тебе серьёзно говорю. Просто ну полечи голову как-нибудь. Типа разбери с этой хуйней. Это же просто пиздец. На её давнее шоу, которое не набирало просмотры. А теперь она пишет такое про него. На дуре сливы послушал. Егор написал, что это мелко с её стороны. И жаль, что её реальная жизнь превратилась в шоу. А твоя нет, Егор. А ты настоящий. Ты честный человек. Ты не пластмассовый. Ты не, как тебя Данила Поперечь называл. Потом слова назад взял, потому что вы подружились. Ты, ну, как бы доблестный. Хуйня я правильно сказала. Ну ты такой, типа андеграунд настоящий. Типа больше за человеческие качества топишь, чем за коммерцию. Это в тебе видно. Это в тебе проглядывается сразу же. И я тебе верю. Кометова провела свою первую фан-встречу в Минске, которая прошла в торговом центре. Бля, круто. Я видел это. На мероприятие пришло огромное количество людей, которого не ожидал никто из организаторов. Бля, что за мушка? Бля, почему я там не был, это пиздец? Из-за большого скопления людей и давки выступления пришлось начать раньше. И девочка покинула сцену уже после нескольких песен. Ну это не к ней проблема, а к организатору, потому что она очевидна. Ребята, спасибо всем большое, кто пришел на мою фан-встречу. Не за что. Мне правда очень приятно. Но я, к сожалению, уже уезжаю. И огромная просьба со всем расходиться, потому что вас очень много. И уже на нас ругаются, поэтому я еще... Не на организаторов, а на артиста. Бля, гениально вообще. Просто организовали хуево, да, встречу. Очевидно, бля, торговый центр, придут куча детей, они друг друга будут давить. Не, чтобы как-нибудь, блядь, ну, с этим разобраться. Не-не-не, а потом на нее и пиздец. Аня Ищук с Димасом и их сыном Тимом улетели в Египет. Ребята поделились милым совместным фото с малышом и видео. Юля Гаврилина выходит замуж? Да. Вчера девушка шокировала подписчиков, сначала опубликовав фото воздушного шара. Бля, я в шоке, реально, я сейчас шокировал. В виде сердца, а после фотографию кольца в коробочке. Ебать. Многие предполагают, что Юле сделали предложение выйти замуж. А может она сделала, что это сделала? А как думаешь ты? Джиган снова вспомнил про отношения Вали Карнавал с Егором Кридом. Недавно в Москве прошел большой концерт Егора Крида. Когда же вы их отпустите с этой темы? Я реально, я тебе говорю, Диана Джей, ты всех доебала. Вот реально, мы твою новость смотрели, где ты говоришь, что у них прически похожи, хотя они не похожи. Ты просто доебала, реально. Который переносился аж три года. И во время исполнения трека Rolls-Royce к строчке «Моя делает деньги, просто снимая тиктоки», Джиган добавил «Уже нет». Так это было, блядь, ты чё? Я видел это, я видел, короче, это в тиктоке, блядь, год назад. Ну не дайте спиздец, это же реально было давным-давно. Не Диана, а кто она, блядь? Дарья, блядь, да какая нахуй разница, одно и то же. Да это было давно, блядь. А после репост... Да это было давно, ты чё, чё с головой? Это было давно, я помню. Снул к себе в сториз эту запись. Причём Джиган репостнул этот сториз к себе от девушки, где были отмечены только он и Егор Крит. А с... Ну и... Там сверху... Просто прикольный момент с концерта он себе репостнул. ...уже добавил аккаунт Вали Карнавал. Многих удивил такой поступок артист. Это недавнее, но это когда эта песня выходила, уже было такое, типа... Там непонятно, зачем он намеренно ввязывает в эту историю Валю Карнавал. А вот и не ввязываешь. И вспоминает про её бывшие отношения с Егором Кридом. Но нынешний парень Вали, Саша Стоун, быстро отреагировал на это. Опа! И заступился за Валю. Пошёл! Парень очень удивился, что люди... Смигалка, без мигалок едет, смотрите уже. ...сетиосферы себе такое позволяют и совсем не думают о личных чувствах. Знаете что, ребятушки, мне порой кажется, я думаю, что многие из вас согласятся со мной, что у некоторых артистов, которые давно на эстраде, настолько... А чё без мигалки-то едешь? ...уже обкуренная башка, и они настолько не отличают реальную жизнь от вот какой-то медиа жизни, и они реально забывают про то, что иногда надо нести ответственность за свои какие-то поступки. Я понял, ты их всех отпиздишь, а в чём проблема, блядь, Саш? Он просто сказал уже нет, ну типа, ну, хорошо, то, что они расстались, ну это же факт. Ну реально, ну все в курсе и так далее. Он не сказал, что Валя там плохими словами, да, я ни в коем случае Валю оскорблять не буду. Он же не сказал, Валя там такая-такая-то там, ещё что-то, просто сказал, что они больше не встречаются. И ты такой, всё, я сейчас им ебальник, за что, блядь, ты чё, чел? Не, понимаю, у тебя руки чешут, я знаю вот таких борцов, и постоянно хотят. Ну они чувствуют, поняли свою власть вот эту, да, физическую, что они намного сильнее остальных, и кому угодно могут ебучку набить. Я это понимаю прекрасно, ну за что? Давай хотя бы, ну какое-то основание найдём для того, чтобы ебало набить. Как тебе идея? Или ты можешь просто, ну ты можешь просто напрыгивать на людей за то, что на тебя не так посмотрели. Вообще идея хорошая, мне кажется. Какие-то действия. Люди, которые себя позиционируют как мужчины, и которые пытаются задеть, оскорблять. Да он просто сказал, уже нет, и поржали, ну потому что они встречают. Ну типа у него была строчка, типа факт, да, что там моя чё-то там бич делает тиктоки и так далее. А он говорит, уже нет, и не ха-ха-ха, ну типа строчка неправдивая, да. Всё, чел, всё. До сих пор хайповать на маленьких девочках. Неужели у вас не хватает мозгов сделать что-то более адекватное? И сказал, что он никому не позволит оскорблять свою любимую жизнь. Люди, которые позиционируют себя как мужчины. Ха-ха, вот это неплохо. Я не услышал. И будет ещё жену. Ну такая либеральная фраза. Любимую девушку, жену, невесту или ещё что-то. Кто-то вот оскорбит. Да он не оскорбил. Или как-то попытается задеть. Как задеть, блядь, да сука. Ты тоже... Не, мне получается тоже можно еблу набить за то, что я просто провалю карнавал, говорю. Ну даже хороший, я же её задеваю. Просто язык свой. Или что он подразумевает, я запутался. Затунете и ничего не будете предпринимать. Любите девочек, цените девочек, ухаживайте за ними, оберегайте. А, вот как надо, бля, здорово. Не, смейте даже, понимаете, любую девушку, будь она ваша, не ваша, как-то унижать... Да не унижал никто! Оскорблять. Да не оскорблял. Это не мужские поступки. Да я знаю, ну как бы... И на сегодня, друзья, это все. Бля, ну и доебался, чел. Ну ладно, договорились. Пиздец, да? Ты сказал, что уже нет, что Валя уже не твоя, я тебя приеду, убью, нахуй. В ГТРП, естественно. Понял, понял. Пиздец, да? Странно, блядь. Пиздец, чел. ...умудрилась упасть с лестницы на съёмках. Пиздец, да новость, блядь, да? Милана Хаметова собрала одну из самых больших сходок подписчиков. Да? Крит остался без денег после сольника. Дилара ездит по пиздецам за Моргеном, и что услышал... Да? ...шел Даня от Юли по поводу своих треков. Всем привет. Юлия Гавриевна подскользнулась. Крит, Дилара едет за Моргенштерном. Крит остался без денег. Это канал... Сука, новости, блядь. ...налог блогер, и сейчас ты узнаешь... Вот это точно не рассеть, вот это точно не рассеть. ...свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее, и погнали. Дима, Саня и Щука осуществили свою... Кто, блядь, как её ещё раз? ...маленьку умнее, и погнали. Дима, Саня и Щука осуществили свою маленькую мечту последнего месяца съездить куда-нибудь отдохнуть. Пока что они не горят желанием сразу отправляться в Париж, выбор вёлся между тёплыми странами. А он сейчас небольшой из-за огромного спроса на авиабилеты, поэтому семья вместе с друзьями полетела в Египет, где сняли небольшую виллу на четверых. Блядь, держите в курсе, невероятно интересные новости. А Аня и Щук. Я думал, Аня и Щука. Ну, типа, как его там... Ну, неважно, Егор, Аня и Щука. Думаю, что за Щука, блядь. Время 4 часа. У ребёнка тогда звали, чё, ебанутый, всё понял. И Щук. Пять часов утра. Сколько, блядь. И мы уже в Египте. Блядь, чел, я в это время уже сплю, блядь. Ну, тут, как бы, тепло. Погода здесь... Пять часов! 36 градусов! Где-то 36 средняя. Средняя или как-то... Ну, как-то... Ты припиздил или точная информация про градусы? И... Вот такой вот шикарный вид. С ними, конечно... Блядь, как вам хорошо, пиздец. Уже полетел Тим, который недавно получил загранник для этого. Молодым родителям уже высказали кучу критики. Зачем мучить ребёнка перелётами? Да пошли вы нахуй, блядь, со своей критикой. Вот чё я могу сказать. Родите и воспитывайте сами, как нужно, блядь. Без перелётов. Сидят, блядь. Ненавижу комментаторов в интернете. Бля, лучше всё знай. Музыку показываешь, как пишешь. Надо вот так, так. Компрессор. Да пошёл ты нахуй, блядь. Вот сам напиши, как тебе нужно. И всё, блядь. Вот тоже ребёнка показывают люди. Ой, вы его неправильно взяли, блядь. Вы ему неправильно... Да пошла нахуй, блядь. Ради её сама корми, как нужно, блядь. Но они привыкли к такому и не обращают внимания. Вот, кстати, их первые совместные... Что с ребёнком пишут? Он маленький, хули, блядь. Они все маленькие такие. ...фоточки, где уже можно увидеть какие-то схожести с мамой и папой. А как тебе кажется, малыш больше похож на Аню или на Диму? Пишите в комментарии. Сейчас напишем. Соня Сыпи немного придя... Кто, блядь, Соня Сыпь? Соня Сыпь. Ебача тяжёлая ночка у Сони Сыпь была. А ну-ка. Днём ранее она проснулась с больным горлом, но были запланированы съёмки. Поэтому пришлось собираться и идти работать. Там же в процессе... Какая-то несчастная. ...стало хуже, поднялась температура, а чуть позже губы разбухли до невероятных размеров. Соня связалась с косметологом, и та только записала... Да, блядь, что я? Почему я нахуй, что у меня прическа как, блядь, у книжника? Книжник. Приём на следующий день. Но появились опасения, что всё может усугубиться. Частных врачей найти не удалось, поэтому прибегли к вызову скорой. Как вам, блядь, как ты такое перенесла, конечно. Фу, бесплатная скорая приехала. Они у тебя ничего не украли, посмотри внимательно. Девушки сделали укол. Пришлось, блядь. Я нахуй, у меня когда горло вздулось, я в Боткинской больнице лежал, блядь, бесплатной. Боткинской старой, причём, не новой. Вот, блядь, вот, нахуй. Пиздец, а ей скорую пришлось вызывать, простую, блядь, пиздец, нахуй. Я в Боткинской больнице, нахуй, боюсь тараканов, а их дохуя, я просто делал вид, что я их не вижу, блядь, помогло. Точных диагнозов ей пока сказать не смогли, возможно, что это какая-то аллергия. Ой, пиздец, как ты такое пережила. Клава Кока нигде не афишировала, что занимается благотворительностью, не в больших объёмах, а чем может в той или иной ситуации. Ну, никто так не делает, только Клава Кока. Обычно это происходит спонтанно. К примеру, вчера певица наткнулась в рекомендациях на историю девочки, которая по цене... Она скрыта, скрыта, вот, вот она говорит, я занимаюсь благотворительностью, только скрыта. И откуда мы это узнали? Мне просто, ну вот, интересно, вот, я вот делаю, я вот занимаюсь благотворительностью, просто об этом не афиширую. А как мы об этом узнали? В последние три года мучается Соб... Мммм, нет, здорово. ...пухлью головного мозга. Она не сдаётся и продолжает бороться за жизнь, а Клава поддержала её... Ну, это жёстко, это здоровье прям определённым. ...пытом, перечислив на карту 100 тысяч рублей. Охуеть, нормально. Историю же придала огласке, чтобы все желающие могли помочь из-за... Кришник. ...но подать хороший пример для поклонников. Ну, девчонку жалко, да, выздоравливаем. ...как такового уже нет. Ребята почти полностью перестали вести соцсети команды. Да? И когда это делают, то ощущение, что лишишь желание сохранить остатки прошлого, но уже без того энтузиазма. С приездом же... Ой, как жаль, очень любил вот их тиктоки, которые... ...анни покров в Москву, им удалось собраться хотя бы с составом, который остался в Москве. Ну, на самом деле, Dream Team, я... Это же Dream Team, да, вот эти ребята, вот эти, это же Dream Team. Им респект выражаю, потому что когда я выпустил песню «Под луной», они под неё записали ролик, представляете? С приезда... Вот это уважаю, реально. ...уже Ани покров в Москву, им удалось собраться хотя бы с составом, который остался в Москве, чему были удивлены каждый из пришедших. Ладно, ладно, ещё раз, ещё раз показывайте фокусы, давайте. Ладно, тогда респект, тогда респект, реально. Ну чё? Ага, ага. Удлоуно забрали работу? А? Показывай. Ааа! Кулки! Аааа! Я иду к нему, потому что он крутыш. Крутые все по парочкам. Примерно по такой же модели, но чуть более успешно сейчас существует X-U-Team. Они продолжают развиваться на американском рынке, постепенно улучшая условия жизни. Ранее все ютились в небольших квартирах, которые были рассчитаны на Гэри, Еву Миллер и Марисен. Теперь же их стало больше, поэтому они сняли небольшой домик чуть ближе к Горливуду, где смогут собираться для съёма контента. Нихуя, да, блядь? Да, как и в Москве. Ну повезло, реально чувакам повезло. Мне Ева писала, когда они уехали из России. Не помню, очень давно, полгода назад, рассказывала, что у них там всё заебись, что они стараются. Красавчики, чё я могу сказать. Коти Зилара продолжает утверждать, что с Моргенштерном они просто друзья. В соцсетях наблюдается совершенно другая картина. Дааа? Сейчас Оля Шера проходит небольшой тур по городам Европы. Он уже побывал в Таллине, а вчера прошло выступление в Риге. Серьёзно? И к удивлению, на обоих концертах присутствовала Дилара. Их встреча... Серьёзно? Ча не какая-то случайность, так как девушка ездит за бывшим мужем по пятам. Охуеть. Не признают же они факт возродившихся отношений, скорее всего, из-за соображения безопасности. Как я уже рассказывал, основной теорией остаётся, что развод был нужен, чтобы обезопасить Дилю от каких-то нападок правоохранительных органов... Да, 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 только из-за этого. Всё верно. Да, да, давай следующим. Егор... Пиздец, ну, защитил её, спасибо. ...дал небольшое флэш-интервью за день до выступления на недавнем сольнике. В интервью, где он не даёт интервью. Основные вопросы шли про подготовку и... То есть это реально было вот это интервью, представляете? ...какие вообще трудности возникли при организации такого масштабного мероприятия. Одной из проблем оказалась финансовая сторона, так как изначально мероприятие должно было пройти два года назад. Цены на всё стали в несколько раз дороже, поэтому Егор заранее подозревал, что уйдёт в минус. Есть... Ну, ручки в ладошки, да, блядь, сложим ладошки и помолимся за него, поддержим Егора, это же пиздец. Такой ужас пережить, просто кошмар. Он, наверное, сейчас вообще без денег, блядь. ...му не даёт большие интервью. А, нет, подожди, а вот Егор, ты же недавно выигрывал, ну, по твоим словам, ты же сказал, что ты 25 миллионов выиграл. А чё, ты бы сказал, типа, да, концерт минус ушёл, но я вот Бурмалду играл на стриме, да, и 25 лямов выиграл, поэтому мне похуй я с этих денег, да? А чё нет-то, блядь? Или ты не выиграл, чё-то, вот этот вопрос не понял, ты как-то, ты без денег сейчас или чё? Ты куда потратил, скажи? Шоу недоверие к СМИ, которые, по его мнению, какие-то факты или сказанные фразой перекручивают по-своему. Он не стал даже доверяться Насте Ивлеевой и её шоу, с которой находятся более-менее на одной волне и имеет общих друзей. На волне говна. После Дудя я такой, типа, где у нас интервьюер ещё такой, как Ю? Он вывел 25 миллионов. А, верю, 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 всё. А чё ж он тогда переживает, что у него концерт минус ушёл, если у него 25 миллионов тут сказика упало? Ну, раз вывел, всё, тогда всё. Юра, кому можно прийти и дать крутое интервью? А, вот ты сейчас стоишь интервью, раздаёшь здорово здорово. И пока вот, я не знаю, я не люблю красные дорожки, я на них не хожу, я не хожу на мероприятия. А белые дорожки любишь? Ну, просто спрашиваю, интересно. Всякие день рождения блогеров, артистов, то есть только своих самых близких. Верю, берю. Поэтому я не устал от советской жизни, так как её в моей жизни нет. Ну, это такой свойский чел. Я вот Егора знаю уже много-много лет, ребят. Это реально свой пацан. Ну, реально, свой пацан, по-тругому не скажешь. Что-то невероятное устроило в Минске Милана Хаметова. Блядь, одни те же новости, блядь, я понял, да-да-да, потом попросили. Такой же бум случился даже не из-за разросшейся популярности Миланы, а банально из-за вирусного эффекта. На тему первой фан-встречи блогерши было снято кучу роликов, которые попадали в рекомендации, и кто-то пришёл посмотреть чисто по приколу. Но результат в любом случае впечатляющий. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем восхождение новой звезды, которая со временем затмит всех устоявшихся топов. Да, это правда, да, да, конечно. Состоялась премьера выпуска шоу «Гитва поколений», где между собой соперничали Митя Фомин и Даня Милохин. Хоть мы и думали, что Юле Гаврилиной тяжело было сидеть в жюри перед бывшим парнем, в виду она такого не подавала. И даже в моменты, когда приходилось комментировать выступление, она несколько раз отдавала предпочтение Дане и была максимально справедливая. В любви я, конечно, признаваться никому не буду. Почему? Но песня Дани, соло, я её знаю, она мне очень нравится. И я всё-таки для телезрителей, наверное, скажу, я не привыкла смешивать личную работу в данный момент, поэтому я отдаю этот голос Дани, потому что это очень крутая песня. Даня Милохин! Митя тоже порадовал своим голосом и умением подстраиваться под музыку, которая далека от него в силу возраста. Но он попытался сделать кавер на трек Милохина «Выдыхаю боль», что в итоге дало ему второе дыхание из-за необычного звучания. Новый день, новый отель, не заправляя пустели, каждый день тысячу дел, ты моя главная цель. Выдыхаю боль и твои духи, как бы и не хотел, но у нас я не... Неплохо, реально неплохо. Не могу спасти, выдыхаю боль и холод внутри, подожги меня, подожги... Неплохо, реально обработка неплохая. Юля ещё всем... В смысле, переделали неплохо. Свет сам своей неуклюжестью и любовью попадать в глупые ситуации. Ха-ха-ха, какая глупая ситуация, ты, блядь, упал на песок, блядь. Травим её, блядь. Это самая глупая ситуация, в которую можно попасть, это Кринс, блядь. Начали, не съёмки она опубликовала в видос, на котором идёт скрючившись после падения. А ха-ха-ха, блядь. Далеко, что ТикТокерша дурачилась на лестнице, оступилась и кувырком пролетела несколько ступенек вниз. Да это ты нахуй отступился, блядь, отступился, когда этот канал нахуй себя завел, блядь, вот этот генератор, блядь, говна. Вот тогда ты отступился, блядь. Ну, я иду, и просто падает человек. Ну, как бы, причем вот так. А-а-а-а-а, блядь, здорово. Ну, слышишь, что прилетает несколько ступенек, я охерил. Да, блядь, я охерил просто, здорово. Вроде обошлось без травм, но шпульки все равно есть мысли съездить провериться, так как какие-то боли в некоторых местах до сих пор остались. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то... Блядь, это Ютуб тебе ничего не показал, блядь. Пиздец нахуй. Ну и новости, блядь, нахуй, не другой. Просто вообще невероятно, блядь.